Говорит Черкесск Доброе утро! На календаре среда 25 апреля. В студии с вестями Республики Рита Нерова. Коротко о главном. В Черкесске продолжается сбор фотографий участника Великой Отечественной войны для размещения на стене памяти. В Республике отмечена повсеместная активизация клещей и их нападение на животных и человека. И к лету текущего года в Карачаево-Черкесии откроется очередная пятая экологическая тропа. А теперь об этих и других темах. Вице-премьер Карачаево-Черкесии Вячеслав Косинков и заместитель министра экономического развития Республики Мурат Гапов принимают участие в мероприятиях Российской недели государственно-частного партнерства в Москве. Участники делового программы обсуждают вопросы формирования эффективной системы управления сферой государственно-частного партнерства, развития механизмов привлечения в небюджетное финансирование и стимулирования инвестиционной активности в российских регионах. Традиционно в ходе российской недели государственно-частного партнерства презентуется рейтинг регионов по уровню развития ГЧП, подготовленный Центром развития государственно-частного партнерства при поддержке Министерства экономического развития России. Его показатели учитываются при расчете национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Как мы уже сообщали, в Черкесске начался сбор фотографий участника Великой Отечественной войны для размещения на стене памяти. Напомним, акция по сбору фотографий участника войны проводится уже третий год подряд. В 2016 году экспозиция протяженностью почти 250 метров была установлена на улице Первой Маской и состояла из 58 приставных полноцветных секций, на которых было размещено свыше 4000 фотографий фронтовиков из всех уголков Карачаева-Черкесии. В прошлом году протяженность стены памяти была увеличена до 280 метров. Соответственно, фотографий было размещено больше порядка 4400 снимков. Жители республики, ранее не отправлявшие фотографии родных и близких, участника Великой Отечественной войны для размещения на стене памяти, смогут сделать это до 3 мая текущего года включительно. Как и в предыдущие годы принимаются фотографии, один ветеран о дно фото как на электронном, так и бумажном носителе с указанием фамилий, имени и отчества изображенного. Приветствуются отсканированные варианты фото военных лет. Электронные версии фотографий и сами фотографии фронтовиков можно доставить в организационный отдел кабинет номер 310 мэрии Черкеска. В рамках весеннего этапа всероссийской акции «Неделя без турникетов» молодежь Карачао-Черкесии познакомилась с работой различных промышленных предприятий региона. В свои двери распахнули такие крупные предприятия, как «Фабрика Квест-А», промышленные предприятия с полным циклом переработки шерсти до готового изделия и с использованием инновационных технологий. Фирма «Карачао-Черкесские строительные материалы» и «Хаберский гипсовый завод». Согласно программе акции, первым этапом стал инструктаж по технике безопасности. После этого молодым людям рассказывали историю создания и становления предприятия. Затем началась самая интересная часть мероприятия – экскурсия по цехам предприятий. Предприятия «Кавказцемент» завершают подготовку к высокому строительному сезону. В соответствии с программой планового ремонта с ноября 2017 года по апрель текущего предприятие выполнило ремонт всего основного технологического оборудования. С наступлением весны и открытием высокого строительного сезона резко возрастает необходимость потребителей в основном строительном материале – цементе, учитывая, что «Кавказцемент» – крупнейший поставщик этой продукции на все ключевые строительные площадки Юга России. На коллектив предприятия накладывается особая ответственность. В текущем году предприятие планирует произвести более полутора миллиона тонн цемента. По итогам прошедшей 16 недели 2018 года эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены как в целом по республике, так и в каждой отдельной возрастной группе. Самой благополучной по заболеваемости возрастной группой является взрослое население от 15 и старше, а относительно них более высокая заболеваемость регистрируется среди маленьких детей до 6 лет. Всего на минувшие недели зарегистрировано около 400 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. 308 из них выявлены в Черкесске. С повышением среднесуточных температур воздуха началась повсеместная активизация клещей и их массовое нападение на животных и человека. На сегодняшний день в медицинские учреждения республики по поводу укусов клещей уже обратились более 50 человек, из них 21 – дети. Чаще других случаев укусов клещей в этом сезоне зарегистрированы в Черкесске, Прикубанском и Зеленчукском районах. По данным Республиканского управления Роспотребнадзора, в этом году прогнозируется рост численности популяции клещей, так как мягкие погодно-климатические условия прошлых зим стали благоприятным фактором для зимовки насекомых. В рамках патриотической акции «Георгиевская ленточка» юные активисты-патриоты раздали на улицах Черекеска полторы тысячи георгиевских ленточек. Данная акция проходит в Республике уже не первый год. Самая первая прошла в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стала доброй традицией, объединяющей миллионы людей не только в России, но и за рубежом. В эти дни на территории Карачаева-Черкесии проходит операция «Пешеходы», в рамках которой сотрудники районных отделов ГИБДД переведены на усиленный вариант несения службы вблизи пешеходных переходов. Блюстители порядка на дорогах напоминают водителям быть более внимательными, подъезжая к пешеходным переходам или же проезжая около общеобразовательных дошкольных учреждений, где сконцентрирована масса и скопление людей. Очередная пятая экологическая тропа появится к летнему сезону в Карачаево-Черкесии, маршрут которой пройдет по территории лесокефарского городища. Первые экотропы в Республике, напомним, обустроены в поселке Архыз и Тибердинском биосферном заповеднике. Новый объект будет создан в рамках реализации гранта, поддержанного на конкурсе Федерального агентства по делам молодежи в начале этого года, обладателем которого стала местная жительница Амина Семенова. Лесокефарское городище – одно из загадочных мест Республики, овеянное множеством легенд. Экотропу протяженностью более трех километров ориентировочно планируется открыть к 1 июня. Основные работы по благоустройству уже проведены. Осталось установить информационные щиты, повествующие о флоре и фауне местности. На одном из таких щитов будет размещена карта основных объектов городища с их описанием. В их числе – останки крепостных стен и домов, дольмены и святилища. В течение этого месяца в Карачаево-Черкесии проходит месячник профориентации учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций «Выбор профессии». Его цель – помочь старшеклассникам осознанно выбрать свою будущую профессию с учетом востребованности на рынке труда и получить информацию о профессиональных образовательных организациях, на базе которых можно пройти профессиональное обучение по выбранной профессии. С нового учебного года в стране будет запущен проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны. Уже в этом году на эти цели из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард рублей. Как мы уже сообщали, завтра в Карачаево-Черкесии пройдет семинар-совещание презентации всероссийского конкурса «Доброволица России», в котором примут участие представители добровольческих организаций Карачаева-Черкесии. В качестве спикеров выступят представители Федерального агентства по делам молодежи. Целью мероприятия является информирование действующих добровольческих организаций о перспективных направлениях волонтерства, мерах и инструментах поддержки добровольчества в нашей республике. Пятый юбилейный благотворительный показ коллекции дизайнеров Карачаева-Черкесии «Фэйшн Дэй» пройдет в Черкесске 10 мая, а вырученные средства будут направлены на поддержку семей с детьми, страдающими ДЦП, онкологическими и другими заболеваниями. Осенью прошлого года на модном показе удалось собрать 180 тысяч рублей. На «Фэйшн Дэй» в Черкесске новые коллекции «Весна-лето 2018» представят 10 известных и начинающих дизайнеров-модельеров республики. В этом году впервые на благотворительном показе будет представлена и коллекция для мужчин. В детской художной школе Черкеска в эти дни проходит выставка известного художника из Карачаева-Черкесии, члена Союза художников России Мухаммеда Хохандукова. Всего представлено порядка 40 работ, выполненных в разных техниках. Более 300 лучших спортсменов Южно-Федерального и Северокавказско-Федерального округов объединит в столице Карачаева-Черкесии масштабный всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти бывшего заместителя председателя правительства республики Ансара Тибуева. В масштабных состязаниях, которые пройдут 28 апреля текущего года, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол Черкеска» примут участие спортсмены 2001-2003 годов рождения. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В горах плюс 11-16. Сегодня с утра прогнозируются заморозки в воздухе и на почве от 0 до минус 2. В центральных районах республики сохраняется высокая пожароопасность 4 класс, в Черкесске без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 20 градусов выше 0. Таковы наиболее заметные события республики. Выпуск провела Рита Нерова. Я желаю вам плодотворного рабочего дня и побольше хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин